Эмоции в зале в буквальном смысле кипели. Люди ждут своих квартир уже 14 лет. Комплекс из трех зданий по адресу Парковая, 60, начали возводить в 2006 году. Сначала начались задержки со строительством. В 2011 году объект официально признали проблемным. Руководителя компании признали виновным по пункту Б в части 2 статьи 65 Уголовного кодекса Российской Федерации причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверием. Сегодня те, чьё доверие обманули, сформировали две инициативные группы. Художник Владислав Несынов в 5 лет возглавляет жилищно-строительный кооператив. В нём состоят 77 человек. Они платят взносы из расчёта 10 рублей с квадратного метра. Так решили на общем собрании. Деньги нужны на услуги юристов и поездки по инстанциям. Первая задача была – это земельные участки получить. Это то, что сейчас завершена работа. Вторая – это заключить договор с инвестором и с администрацией о достраивании этих домов, где каждый возьмёт на себя ответственность. ЖСК возьмёт на себя ответственность, застройщик возьмёт и администрация. Я думаю, что такой договор – это единственный выход из таких сложных ситуаций. Однако среди дольщиков есть те, кто считает этот путь слишком сложным. Их порядка 7 человек. Этой весной принят краевой закон, который позволяет решать проблему обманутых дольщиков, выделяя инвестору участок для строительства в качестве компенсации. Вывести, наконец, земельные участки из федерального краевого значения в муниципальное значение. Закрепить компенсационный участок за объектом парковая 60, город Анапа, для застройщика, тем самым обеспечив привлечение инвестора. И, наконец, в 2018 году расселить по застройщикам дольщиков по реестру края. Время у дольщиков нет. В администрации идут именно по этому пути. Свободной муниципальной земли в городе нет. Однако есть федеральные и краевые участки. Информация о них направлена региональным властям. Помимо этого, к новому закону разрабатываются дополнительные документы, которые определяют сам порядок и правила выделения компенсационных участков. Однако до этого момента необходимо от взаимных разногласий перейти как минимум к диалогу. Собраться и сделать одну организацию, где будет четко доходчиво понятно. 100 человек, или 50 человек, или 200 человек. Чтобы мы знали и прокуратура, и мы. Вот все. Вот эта группа людей, с кем можно нормально работать и сотрудничать. Глава города констатирует, разногласия отпугивают потенциальных инвесторов. Согласно документам, из 188 квартир в трех домах проданы 108. Однако по нескольким из них возникли вопросы у правоохранительных органов. Предполагается, что подпись застройщика подделали. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о переквалификации. Статьи на мошенничество более тяжкую. Общался на этот счет с прокурором, и он поставил задачу проработать вопрос о возможности и целесообразности передачи этого уголовного дела в следствие. Для того, чтобы они, возможно, переквалифицировали на 59-ю часть четвертую. Для того, чтобы, так сказать, люди понимали всю глубину ответственности, которую они могут понести за подделку этих договоров. Таким образом, о полной прозрачности ситуации говорить пока рано. Однако муниципалитет совместно с прокуратурой поставил задачу в ней досконально разобраться. Хотя без согласованной позиции в рядах дольщиков сделать это будет значительно сложнее. И очевидно, что данная встреча не последняя.